В рамках ярмарки вакансий председатель райисполкома Василий Хватик в течение нескольких дней, в том числе и на выходных, встречался с жителями Барановического района по вопросам трудоустройства. Сократить безработицу до минимума и трудоустроить всех, кто этого желает. С этой целью в центре занятости города прошла ярмарка вакансий. Хорошая новость для жителей микрорайона Боровки. По адресу улица Домейка-1 открылся фирменный магазин «Блокит» Барановического производственного хлопчатобумажного объединения. 540 тысяч рублей из областного бюджета планируется израсходовать на благоустройство зоны частной застройки в районе Слонимского шоссе. Завершить работы планируется уже в апреле. В Барановичах, как и по всей стране, проходит неделя детской и юношеской книги. Это литературные игры, конкурсы викторины. И, конечно, самые активные юные читатели получат подарки. Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». В рамках ярмарки вакансий председатель районного исполнительного комитета Василий Хватик в течение нескольких дней, в том числе и на выходных, встречался с жителями Барановического района по вопросам трудоустройства. На одну из таких встреч в агрогородке Жемчужный побывала и наша съемочная группа. В агрогородке Жемчужный на встречу с председателем районного исполнительного комитета пришло 22 человека. В основном люди в возрасте от 50 и старше. Были, конечно, и помоложе, но их единицы. Чтобы встреча носила не теоретический, а практический характер, вместе с председателем здесь присутствовали специалисты управления по труду, занятости и социальной защите, инспекции по налогам и сборам, руководители организаций и сельскохозяйственных предприятий района. Объективно хочу сказать, что мы здесь недорабатывали очень серьезно с этими людьми. Основная цель – увидеть этих людей, узнать. Не просто от них отталкиваться. И вот когда мы сегодня их видим, разговариваем живую, большинство этих людей хотят работать, хотят жизненно, вы сами видите. Даже если он где-то отступился, в жизни все бывает. Он человек, в первую очередь, в первую очередь увидеть человека в нем. И узнать, увидеть его проблемы, узнать здесь проблемы. Если он даже когда-то отступился, дать ему еще шанс. И поверить, он же просит, искренне обещает. Ну, другого пути нет. Для многих тут же изыскивались возможности трудоустройства механизаторами, разнорабочими, подсобниками. Собирать камни или сортировать бытовые отходы люди также были не против. У многих нет никакой специальности, у кого-то ограничения по здоровью. Но каждого в этот день старались не просто обнадежить, а дать крылья для продолжения достойной жизни. С высшим образованием, к счастью, никого не было. Это тоже, потому что здесь сложнее предложить, как бы у меня язык не повернется учителю или еще кому-то сказать, что иди собирай камни там или еще что-то. Ну, сложно как-то. Ну, таких у нас нету. А вот больше с техническим образованием, где могли бы люди работать, и мы думаем, что их трудоустроим. Вот из-за техники попадает, в животноводство кто-то желает пойти. Кто-то собирает, и каждая работа нужна. Главное, чтобы человек поверил в это, и чтобы мы вот неотступно, надо идти. Вот здесь сельские советы, уже председатель, должны неотступно работать с этими людьми и предлагать. Люди благодарили и уходили с улыбкой, а главное, с уверенностью в завтрашнем дне, что им будет за что купить продукты питания, оплатить коммунальные платежи, и главное, что в них поверили и им помогли. Ведь что греха таить, многие ранее были уволены за прогулы или употребление спиртных напитков. Но у каждого, как говорится, своя, ни на чью не похожая история жизни. Этот молодой человек ранее работал сторожем, есть специальность водитель-экспедитор. Сейчас учится от центра занятости на оператора котельной. Председатель райисполкома поручил директору районного ЖКХ мужчину после обучения трудоустроить на новую котельную, которая откроется в марте и где есть необходимость в работниках. Виктор Иосифович работал на предприятии «Промбурвод» помощником бурильщика. Был сокращен. Сетует мужчина, что везде нужны корочки, и никто его не берет. Решение нашли. Мужчина согласился идти подсобным рабочим на постоянной основе на птицефабрику «Дружба». Надо помочь этим людям. Я думаю, что пусть эта работа не будет 100%, так как мы хотим, вот видим и хотим. Но пусть мы из всех, что придут, пусть из 20-15 придут и завтра на работу. Это тоже очень важно. Во-первых, у них семьи за ними. И видите, многим стыдно приходить. Почему вот такой возраст, вы говорите, много. Где-то их один раз отфутболили, второй раз отфутболили, так вот грубо говоря. Ну, человек третий раз уже не пошел. А сейчас уже он пришел с последних сил бороться, чтобы работать, чтобы жить. Потому что и пенсия, скажем, надо, и содержать семью. Ну, разные ситуации бывают. Поэтому вот такая работа важна и очень нужна сегодня. Такие встречи были проведены во всех сель-исполкомах Барановического района. Трудоустройство безработных будет по-прежнему находиться под контролем председателей сельских исполнительных комитетов и главы района. Василий Хватик отметил, что на руководителей предприятий и сельскохозяйственных организаций ложится ответственность не просто пообещать, а трудоустроить. И не на месяц-два, а как минимум на год. А дальше, если человек себя зарекомендует, не будет нарушений трудовой дисциплины, прогулов, он продолжит работу. Сократить безработицу до минимума, создать рабочие места и трудоустроить всех, кто этого желает. Такие задачи сегодня поставлены президентом. Александр Лукашенко поручил к 1 мая найти работу каждому, кто ее не имеет, но хочет трудоустроиться. Реакция на заявление главы государства. Десятки безработных стали обращаться за помощью в поиске работы. Накануне в Барановичах прошла ярмарка вакансий. Помочь найти работу тем, кто в ней нуждается. С такой целью в городе прошла мини-ярмарка вакансий. В этот раз участие в ней приняли предприятия легкой промышленности и строительная компания. Специалисты центра занятости рассказали, как можно получить другую специальность, если та, что есть, не востребована на рынке труда. Мы пригласили несколько организаций нашего города. Это филиал «Актившос». Принимает участие барановская швейная фабрика, «Шарм-премьер». Строительную частную компанию тоже привлекли к этому. Они набирают строителей. И еще принимает участие наше учреждение здравоохранения. Каждый старается подобрать определенную кандидатуру для работы. Это очень хорошо, когда видят наши отделы, начальники отдела кадров или специалисты отдела кадров. Они видят, кого они принимают. Они сразу могут человека спросить, приезжая на место работы, образование, предполагаемую заработную плату. Помочь можно только тем, кто действительно находится в поисках работы, а не сетуют на жизнь, сидя на диване. Сегодня у барановической безработицы мужское лицо. Как правило, это мужчина немногим старше 40 лет со средним специальным образованием. А вот для женщин вакансий хватает. Наибольшая потребность в швиях. И это неудивительно, ведь в городе много швейных предприятий различных форм собственности. Младший медицинский персонал подбирали в учреждении здравоохранения города. Вакансии по медицине мы представляем санитарок и водителей. Интересно, это ярмарки появился, люди подходят, интересуются. Значит, интересуются довольно-таки хорошо. В основном подходит и сейчас, пока мы вот уже предлагаем места санитарские. Водители как-то не очень подходят. Санитарские места у нас есть во многих учреждениях. Мы предлагаем и юридические лица, и городская больница, и городская больница номер 2, центральная поликлиника представители мы. Но это не только говорит о том, что мы три человека находимся. И городская поликлиника вторая, и четвертая, и стоматологическая поликлиника первая, вторая, психоневрологический диспансер, кожно-венерологический диспансер, всего. Мы набираем здесь, значит, представили 19 вакансий по центральной поликлинике. Набираем людей на апрель, май, июнь предлагаем вакансии, кому когда удобно и желают трудоустроиться. Сегодня в городском центре занятости населения зарегистрировано 1180 безработных. Имеется 677 вакансий, 18% вакансий для специалистов, 82% рабочей специальности. Когда идет общение в АОЧ, это, конечно, лучше, чем то, когда они присылают резюме в отделы кадров, и они рассматривают человека на бумаге. Здесь идет общение, и я думаю, что на сегодняшней рамки вакансий многие претенденты найдут свое будущее место работы. За два месяца 2017 года трудоустроен 361 человек. 285 из них были зарегистрированы как безработные в Управлении по труду, занятости и социальной защиты горсполкома. Обучение прошли 14 человек. Планируется, что следующая мини-ярмарка вакансий пройдет уже в апреле. В прошлом году в Барановичах было немало сделано для улучшения инфраструктуры. Появилось 7 тысяч квадратных метров новых тротуаров. На улицах Пролетарская, Вельчковского, Бадака, Гаева и Циолковского, Тельмана, Брестской обновилась улица Шевченко. На ее благоустройство асфальтирование устройства тротуаров, освещение было израсходовано 230 тысяч рублей. Продолжалась реконструкция улицы Профессиональной. В этом году с наступлением тепла работы по совершенствованию инфраструктуры города продолжились. В эти дни в районе Слонимского шоссе напротив противотуберкулезного диспансера кипит работа. Здесь трудятся рабочие СУ-145, стройтреста номер 25. Устанавливаются борта. Готовится основание для укладки тротуара мелкоштучной плиткой. Готовится к асфальтированию проезжая часть. На данном этапе у нас завершающая работа. Мы практически заканчиваем устройство основных дорог, дорожек. Дорога предусмотрена в песчаногравийном основании, дорожки в плитке. Ну и на данном этапе, как вы видите, могли заметить, уже у нас ведется благоустройство, конкретно озеленение, посадка травы, ну и прилежающие территории к дорогам и дорожкам. Работы финансируются из областного бюджета. На эти цели выделено 540 тысяч рублей. Строительные работы идут стремительно. Ни одного человека, скучающего без дела, здесь нет. Каждый работает на качественный результат. Совсем скоро этот район частной застройки будет не узнать. Благоустройство было начато в декабре 2016 года. А завершить строительные работы планируется уже в апреле. Финансирование происходит из областного бюджета. Стоимость данного пускового комплекса составляет примерно около 5 миллиардов старыми деньгами. На данном этапе задействовано порядка 30 человек. На объекте на сегодняшний день занято около 8 единиц техники, которые расположены на определенных участках и занимаются своими видами работы. Кроме того, из областного бюджета за счет средств госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении Барановичам выделено 1 миллион 200 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на реконструкцию улицы Профессиональной на участке от Брестка до Чернышевского. Завершить работы планируется до конца нынешнего года. А сейчас хорошая новость для жителей микрорайона Боровки. По адресу улица Домейка 1 открылся фирменный магазин «Блокит» Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения. Наша съемочная группа накануне ознакомилась с ассортиментом торгового объекта. Добрые традиции с любовью в каждый дом. С таким девизом на Барановичском производственном хлопчатобумажном предприятии создают вещи не только необходимые, но и качественные и очень красивые для дома. Что для современных хозяек не менее важно. В фирменном магазине «Блокит» широко представлены ткани, которые выгодно отличаются от конкурентных аналогов своим качеством, художественно-колористическим оформлением и привлекательной ценой. Это ткани для постельного и столового белья, разнообразные по ширине и цветовой гамме. Комплекты постельного белья из бязи, поплина, элитного сатина и сатин жаккарда. Примечательно, что постельное белье можно купить как в комплекте, так и в разнобой. Согласитесь, это очень удобно. На предприятии стараются идти в ногу со временем и удовлетворить желания каждого клиента, поэтому здесь можно приобрести популярные среди современной молодежи простыни на резинке, в том числе и детские. Не оставит равнодушным заботливых родителей постельное белье для кроваток новорожденных в различной цветовой гамме. Здесь также можно купить комплекты кухонного белья из хлопка и льна, кухонные наборы и отдельно полотенца, прихватки, фартушки и другие необходимые для каждой хозяйки изделия. Выбор очень большой. Кроме того, девушки и женщины могут себя порадовать красивыми сорочками из натуральных тканей. Все магазины с торговой маркой «Блокит», а их в Республике Беларусь уже 42, с этим недавно открывшимся по адресу «Домейка-1», придерживаются такой важной концепции, как «все для дома в одном месте». Так что здесь можно выбрать не только красивый комплект постельного белья, но и все, что необходимо для здорового крепкого сна. Подушки и одеяла разных размеров и наполнения, а также пледы, которые помогут создать уют и согреют зимним морозным вечером или дождливой осенью. Предприятие уже более 50 лет выпускает данный вид продукции. Он уже является лидером на протяжении многих лет, поэтому все, что мы делали, весь опыт, который получали в течение 50 лет, мы сейчас воплощаем в нашей продукции. То есть на сегодня это товар, который может натурить любого покупателя своими дизайнами и своим качеством. А сейчас самое приятное для покупателей. В магазине «Блокит» для вас специальное предложение. Комплекты постельного белья из сатина со скидкой до 30%. Внимание, количество товара ограничено. Специальное предложение действует до 15 апреля. Спешите! Впрочем, здесь и без скидок доступные цены, которые приятно удивят покупателей молодого, динамично растущего микрорайона города. «Блокит» старается быть максимально лояльным к своему покупателю, систематически предлагая всевозможные акции, скидки и распродажи в течение всего года. Для покупателей, которые хотят сделать подарок, но не определились с выбором, хорошим подспорьем будет приобретение подарочных сертификатов номиналом 30, 40 или 70 рублей. «Блокит» – ваш уютный подарок. Торговая марка «Блокит» барановического производственного хлопчатобумажного объединения семимильными шагами покоряет новые города Беларуси, а также близлежащие страны, стремительно увеличивая свою торговую сеть. В 2016 году фирменная торговля только набирала обороты, открыв 40 магазинов. В 2017 году у БПХО более амбициозные планы – 100 магазинов. И для достижения поставленных целей есть все – качественный продукт в широком ассортименте и грамотные, любящие свое дело специалисты, ежедневно создающие уютные вещи для вашего дома. Новый магазин «Блокит» ждет своих покупателей по адресу домейка1. Уважаемые жители и гости нашего города, обращаем ваше внимание, что до 15 апреля во всех магазинах БПХО торговой марки «Блокит» на весь ассортимент тканей скидки до 30%. До вступительной кампании осталось всего пара месяцев. Пока абитуриенты усердно готовятся к вступительным испытаниям, вузы завершают составлять план приема нынешнего года. Какие новые специальности открылись в Барановичском государственном университете, узнали наши корреспонденты. Получить высшее образование по-прежнему престижно. Белорусские авозы в этом году прогнозируют рост проходных баллов в связи с увеличением числа абитуриентов и изменениями в правила приема. Барановский государственный университет осуществляет прием по многим специальностям. Их список пополнился и в этом году. Три новых появились на факультете экономики и права. В связи с высокой конкуренцией на рынке труда и необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов, которые обладают хорошими компетенциями и знаниями во многих областях, возникает необходимость открытия новых специальностей. Барановский государственный университет является молодым мобильным университетом, который быстро реагирует на изменяющиеся условия на рынке труда. Было открыто три новых специальности. Это бизнес-администрирование, электронный маркетинг и экономическое право. Все эти три специальности позволяют объединить в себе две сферы. Например, бизнес-администрирование – это менеджеры-экономисты, которые не только будут специалистами в области управления экономикой, но помимо этого еще смогут и работать в контролирующих органах, которые будут отслеживать, насколько правильно осуществляют работу свои сегодняшние менеджеры-экономисты. Открытие новых специальностей – результат тесного взаимодействия факультетов университета с заказчиками кадров, которые заинтересованы в подготовке высококвалифицированных специалистов для предприятий и организаций региона. Каждая из специальностей востребована в реальном секторе экономики. Специалисты сферы электронного маркетинга получают двойную квалификацию. Это маркетолог-программисты, которые могут работать не только маркетологами, но еще и программистами. А поскольку на сегодня очень актуально иметь навыки электронной коммерции, создавать самостоятельно интернет-сайты, соответственно, такие специалисты будут более востребованы и более конкурентоспособными. В рамках подготовки по новым специальностям студенты будут изучать как общепрофессиональные дисциплины, направленные на расширение и развитие кругозора, так и специальные, касающиеся будущей профессиональной деятельности. Срок обучения – 4 года. Получить высшее образование юношей и девушки смогут на бюджетном или платном отделениях. Специалисты специальности экономическое право тоже будут иметь двойную квалификацию. Это юрист со знанием экономики. То есть могут работать как в сфере правоведения, так и в области экономики. Помимо этого, они очень будут востребованы в контролирующих органах, которые отслеживают какие-то правонарушения, связанные именно с экономическими преступлениями. Особенностью данной специальности является то, что она открыта в сетевой форме подготовки. То есть в подготовке данных специалистов принимает участие два вуза. Это Барановичский государственный университет и Гродненский университет имени Янки Купала. Они обучаются по-семистрово в у нас вузе и в Гродненском университете. Это позволяет мобилизировать лучший профессорско-преподавательский состав, лучшие возможности, лучшую базу, которая только есть. И, конечно же, данные специалисты будут более мобильными. То есть они уже с первого курса чувствуют, как можно перемещаться между двумя вузами и адаптироваться везде и чувствовать себя комфортно. Набор по специальности экономика и управления туристской индустрией в этом году будет приостановлен. Кроме того, в этом году возобновится приемная специальность «Белорусский язык и литература. Иностранный язык. Английский» на факультете славянских и германских языков. Более подробную информацию можно узнать на сайте Барановичского государственного университета. В рамках недели финансовой грамотности представители одного из крупнейших банков Беларуси посетили Жемчужнинскую среднюю школу Барановичского района и рассказали детям, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы избежать различных финансовых рисков. Значимость работы по финансовому обучению молодежи оценена во всем мире. Дети ходят в школу за новыми знаниями по математике, языкам, истории и, наверное, единственный урок, который они не проходят в школе, но также важен для их будущего, как грамотно и ответственно обращаться с финансами. В Беларуси с 27 марта по 2 апреля проходит неделя финансовой грамотности детей и молодежи. Девиз недели в этом году – учись, сберегай, приумножай. Она проходит в последнюю неделю марта сразу во многих странах мира. Цель этой деятельности заключается в том, чтобы помочь молодым людям изучить правила финансового поведения и больше узнать о том, как зарабатываются, тратятся и сберегаются деньги, какие существуют возможности получения дохода, как научиться принимать правильные финансовые решения, как разумное отношение к деньгам способствует реализации планов и обеспечению финансовой безопасности и благополучия. Я нахожусь в таком возрасте, мне 16 лет, и в скором времени я закончу эту школу и войду во взрослую жизнь. И для меня это занятие очень важно и очень информативно, так как все студенты, большинство бюджетников получают стипендию, и это очень интересно и познавательно узнать, как пользоваться своими деньгами, как пользоваться карточками, также куда потом вкладывать свои деньги и как стать финансово грамотным человеком и не попасться на различные денежные махинации и не стать жертвой спекуляций. Я считаю, что эта информация будет полезна каждому, потому что в современном мире современной молодежи очень важно знать, куда потратить свои финансы, как ими распоряжаться, потому что молодежь сейчас такая, которая инициативная, у всех есть свои мечты, все хотят что-то, добиться каких-то успехов в определенной среде деятельности, и поэтому ты должен уже с определенного возраста понимать, что ты должен будешь делать, куда ты направить свои финансы, с какой целью, то есть чего ты хочешь добиться. А для того, чтобы добиться этого, нужно грамотно распоряжаться своими деньгами, знать, что куда вложить, а этому уже способствует проведение вот таких вот мероприятий, как сегодня у нас в школе. Я считаю, что это очень полезная встреча для меня, особенно потому что я уже хотел давно внести свой депозит. Я лично считаю, что надо вкладывать свои сбережения в Приорбанк, но я буду еще уточнять насчет процентной ставки. Работники банка рассказали школьникам доступным языком о правилах финансового поведения, на что опираться в выборе банка, депозита, и на что смотреть, и как читать кредитные договора. Педагоги жемчужнинской школы уверены, что такие занятия для детей будут очень полезны, и в дальнейшем они смогут умело и рационально пользоваться своими средствами, зная не только, как потратить, но и как сберечь и приумножить. В дни весенних каникул все читающее сообщество в нашей стране отмечает неделю детской и юношеской книги. Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» был проведен по инициативе детского писателя Льва Касселя 26 марта 1943 года. В течение мартовских школьных каникул библиотеки, работающие с детьми и юношеством, встречают своих лучших читателей. Праздник весна в читающем городе прошел и в Центральной городской детской библиотеке. В сети библиотек города и района стартовала неделя детской книги. Акция традиционно проводится во время весенних каникул. Неделя детской книги – это масса интересных мероприятий, экскурсий, познавательных встреч. А в Центральной городской библиотеке акция стартовала с торжественного открытия. Открытие недели детской книги – это, как всегда, большой праздник. И в честь открытия недели, в честь такого большого праздника, сотрудники Центральной городской детской библиотеки подготовили интересную программу. Все желающие перед началом праздника смогут поучаствовать в импровизированной сказке «Экспромт Репка», познакомиться с выставкой творческих работ учащихся детской студии декоративного искусства руководитель Ирина Вячеславовна Литвинюк. И стала такой же доброй традицией на открытии недели детской книги награждать грамотами лучших читателей детских библиотек нашего города в разных номинациях. С музыкальным подарком для всех гостей и участников праздника выступят воспитанники Детской музыкальной школы искусства. Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник радости, от встреч с любимыми книгами. Праздники любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, праздник писателей, издателей и библиотекарей. Вот уже много лет этот праздник собирает вместе всех, кто остается верным другом самого чудесного изобретения человечества книги. Библиотекари детской библиотеки устроили для лучших читателей действительно настоящий праздник читательских удовольствий. Неделя детской книги – это праздник для всех, кто связан с ней – писатели, издатели, читатели и библиотекари. С 27 марта по 2 апреля Неделя детской книги в библиотеках пройдет под общим названием «Весна в читающем городе». Каждый день недели будет посвящен определенной теме. Сотрудники детских библиотек подготовили многоплановую программу мероприятий. Ребят ждут игры, конкурсы, викторины, путешествия, спектакли, выставки. Полноценным читателем можно стать именно в детстве. На то, чтобы заинтересовать младших школьников и направленные мероприятия недели детской книги. Сотрудники Центральной детской библиотеки постарались, чтобы каждое мероприятие этого праздника стало захватывающим и незабываемым событием, открывающим новое окно, волшебный мир литературы, страну веселых приключений и фантастики. Праздничные мероприятия продлятся целую неделю. А это значит, что скучать посетителям библиотеки во время школьных каникул точно не придется. Каковы главные события уходящей недели? О том, что принесут нам следующие семь дней, мы обязательно вам расскажем ровно через неделю. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова